Уважаемые коллеги, мы продолжаем. У нас небольшая импровизация, нормально. Прежде чем обвелить докладчика следующий, я хочу сказать, что у нашего следующего докладчика, академика профессора Геворгяна Гигама Григорьевича, сегодня день рождения, и мы хотим его искренне поздравить. Пожалуйста. Ну и в честь дня рождения, конечно же, мы поставили его доклад. Лекцию on Franklin Systems on RN. Ну вообще-то могли в качестве подарка отменить лекцию. И тогда было бы, я бы это понял. И вообще немножко не о математике. Ну, во-первых, благодарю организаторов за приглашение и за тот теплый прием, который мы здесь чувствуем. И второе. Я вообще-то сторонник доски имел и долгое время сопротивлялся, но потом понял, что это рассматривали как отсталость и начал подготовливать слайды. Но все же рядом еще и писал на доске. И слайды подготовлены именно в этом духе. Иногда нужно было писать, но сейчас невозможно. Но придется терпеть без этого. Буду говорить об одной системе на действительной оси. Но сначала о классической системе Franklin. Ну, здесь я определять сейчас не могу, доски нет. Но это система из кусочнолинейных функций. Первый базис, первый артонормированный базис пространства непрерывных функций на отрезке 0.1. И эта система была построена в 1928 году прошлого века. И до 1963 года никем не изучалось, никем не исследовалось, никакие дополнительные свойства об этой системе не было известно. В 1963 году польский академик Чисельский начал систематическое изучение этой системы. И дальше пошло. Она оказалась очень полезной в разных вопросах. Ну, во-первых, Бачкарев решил проблему банаха, доказав, что эта система безусловной базис в пространстве LP для всех P между единицей и бесконечностью. Ну, отметим, что в пространстве L1 и LP бесконечность просто не существуют безусловной базисы. Дальше Бачкарев, используя систему Франклина, построил базис пространства аналитических на единичном круге и непрерывных замкнутом круге функций. А дальше тот же Бачкарев доказал, что экономически сопряженная к системе Франклина тоже является базисом в пространстве CD. Войтайщик доказал, что эта же система является безусловным базисом в пространстве, в действительном пространстве Харди H1. До этого Карлисонам было доказано существование безусловных базисов в пространстве H1, но таких базисов конкретно никто до этого не строил. Безусловная базисность в системе Франклина в пространствах Hp между 1, 2 и 1 была доказана шведскими математиками Шолин и Штромберг. А теперь определение этой системы и потом уже системы Франклина на отрезке, на действительной оси. И мы последовательность Т назовем допустимой на 0,1, если Т0 это 0, Т1 это 1, остальные точки ТН находятся в интервале, в открытом интервале 0,1, Т всюду плотно в 0,1, и каждая точка Т встречается в последовательности Т не более чем двух раз. Конечную часть этой последовательности, то есть первый М плюс 1 точку, точки из Т обозначим через ТН, а те же точки в порядке возрастания через ПН обозначим. То есть ПН это те же точки ТН, но в порядке возрастания. То есть ТН 0 это 0, ТН N плюс 1, ТН N это 1, а остальные в порядке возрастания. Через СН обозначаем пространство кусочных линейных функций на отрезке 0,1 с узлами в точках ПН. Если помните, мы допускали двойные точки. Двойные точки допускали в случае, когда какая-то точка встретилась второй раз, то в этой точке мы допускаем разрыв. Разрыв, но все-таки непрерывность слева предполагается. Ну очевидно, что размер пространства СН равно N плюс 1, СН минус 1 под пространство СН, и поэтому с точностью до знака существует единственная функция Ф из СН, которая ортогональна СН минус 1. Вот эту функцию, которая единственная с точностью до знака, для определенности мы положим, что в точке ТН F будет положительной. Но это можно доказать, что в точке ТН F не равно 0, то есть такой выбор оправдан. И вот эту функцию мы назовем N функцией Франклина, соответствующей последовательности Т. Система Франклина определяется следующим образом. Нулевая функция – это торжественно 1, первая функция здесь написана, а остальные как выше. Это N функция, соответствующая последовательности Т. Ну в том частном случае, когда последовательность ТН вот эта, ну я постараюсь без доски это описать, что за точки. Ну допустим, это у нас отрезок 0,1, нулевая точка – это точка 0, первая точка – точка 1, потом точка 1, вторая между ними, получили два отрезка. Слева направо средние точки берем, получили 4 отрезка, опять слева направо делим пополам эти отрезки. Вот такая последовательность называется двоичная, и в этом случае система, это есть классическая система Франклина, о которой я говорил, которую исследовал Башкарев и другие. Теперь мы определим одно обобщение системы Франклина на отрезке R. Такое обобщение уже было, то есть обобщение системы Франклина на R, но это другое обобщение, я об этом скажу, но сейчас обобщение, которое я рассматриваю. Я со своим учеником Кирьяном Каллином. Обозначения те же, но это не приведет к недоразумениям, потому что о системе Франклина мы больше говорить не будем. Последовательность T назовем допустимой на R, если T всюду плотно на R, и все они разные. Тут двойные точки не допускаются, можно было бы допустить, но это привело бы к системе на отрезке, поэтому тут лучше рассматривать отдельные разные точки. Но опять же, для каждого N определяем TN, как конечную последовательность из последовательности T, и опять определяем последовательность PN по тому же принципу. И по тому же принципу определяем пространство SC, но тут одно дополнительное условие. Что вне отрезка TN0, TNN плюс 1 функции SC предполагается равной 0. То есть вне конечного отрезка эти функции приравняются к 0. Опять имеем те же свойства, размерность N, одно является подпосредственностью следующего, и поэтому существует единственная функция с указанными свойствами, то есть F из SN, F ортогонально SN минус 1, норма равна 1, значение в точке TN плюс 1 больше 0. Опять эту функцию мы назовем N-ной функцией Франклина. N-ной функцией Франклина. Но для определения первой функции... Ладно, это пропустим. Времени мало. И вот система Франклина – это первая функция. Вот такая, ну, чтобы не путаться... Если бы это три точки, то это просто такой треугольник с носителем T0, T3. Мы опять определили систему из кусочных линейных функций. Наверное, это будет базис, но это нужно доказать. И вот для определения результатов мы ведем понятие регулярности и последовательности. Ну, если помните, у нас на каждом шаге были какие-то точки, которые развивали действительную ось. В эту сторону один бесконечный отрезок, в ту сторону второй бесконечный отрезок, а между ними какие-то точки. И вот последовательность назовем регулярно, если при каждом N имеем следующее свойство. Отношения длин соседних отрезков ограничены снизу и сверху. При любом N одними тем же числом гамма. Лямбда N и это вот как раз длина этих отрезков. Разберение или последовательность назовем регулярным с парами, или парно-регулярным, если отношение длин уже не каждых двух соседних интервалов, а каждых двух пар. Причем вот эта пара и эта пара имеют по одному общему отрезку. Ну, из-всюду плотности последовательности T следует полнота этой системы, как в L2, так и в любом Lp. Ортогональность обеспечивает минимальность. Чтобы иметь базисность этой системы, нам нужна еще ограниченность проекторов этих операторов. Ну, операторов частных сумм. Ну, если через КНТ обозначим эту сумму, то есть ядро длиной этой системы, то для этого ядра доказывается следующее свойство. Ну, это фактически означает ограниченность оператора числом 3. И из этого сразу следует, ну, эти свойства оставим, из этого сразу следует, что при любой допустимой последовательности мы имеем базисность в пространствах Lp. Но кроме того, из этих формулированных LEM следует, что если имеем любую непрерывную функцию с компактным носителем, то частичные суммы ряда фуре по этой системе равномерно сходятся на R. Теперь о том обобщении системы Франклина, о котором я говорил, что было до нас. Эту систему строил Стромберг. Это фактически один из первых примеров вейвлитов системы Стромберга. Эта система строилась следующим образом. Берется эта последовательность. То есть все натуральные числа 0. А отрицатели не только целые, но и их средние точки. То есть минус 1,2, минус 1,5, все эти точки тоже тут присутствуют. А вот R1,2 – это R0 плюс еще точка 1,2. Часть S0 обозначается пространство кусочнолинейных непрерывных функций из L2R, узлы которых, то есть узлы, когда вот эти кусочнолинейные функции друг к другу стыкаются, это точки из R0. А пространство из 1,2 – это функция с узлами из R1,2. Ну, в R1,2 – одной точки больше. Вот эта точка больше. Следовательно, коразмерность этой последовательности в этом равно единице. Поэтому существует единственная функция из этого пространства, которая ортогональна S0, норма равна единице, и еще в одной второй больше нуля. Далее, вот система FGK – это сжатие, сжатие и сдвиги одной функции F, а это для нормировки в L2. Эта система, верит система, то есть его сдвиги и сжатие, разжатие – это полная атомнорированная система в L2R, имеет очень много хороших свойств, но имеет один недостаток по сравнению с той системой, о которой я говорил. У этих функций носителей весь R. И если помните, то для предыдущей системы была верна вот эта теорема, что непрерывные функции с компактным носителем имеют равномерно сходящийся ряд фурии. Для этой системы, то есть для системы Стромберга, известно, что эта система является безусловным базисом VLPR и H1R. Но поскольку интегралы этих функций, всех этих функций равны нулю, то эта система не может образовать базис VL1. Неизвестно, существует ли одноиндексная нумерация системы Стромберга, такая, чтобы опять непрерывные функции с компактным носителем имели равномерно сходящийся ряд. В нашей системе это свойство имеет. Теперь определим пространство непрерывных функций, которые растут не быстрее, чем заданная функция F. Вопрос следующий. При каких последовательностях T и для соответствующей системы Франклина ряды функций из этого класса будут равномерно, локально равномерно сходящимися. Ну, тут примеры таких последователей, давайте пропустим. Все равно без доски будет непонятно. И вот такая теорема. Если Fn, система Франклина, соответствующая последовательности T2, это один из примеров, который был, и функция F удовлетворяет следующему условию, то есть логарифм от фи кси n кси n, это вот точки из последовательности Tn, растут небеслее, чем этот, то для любой функции из этого пространства частичные суммы ряда фурии локально равномерно сходятся. Эта теорема точна в том смысле, что если этот там был предел равен нулю, тут верхний предел положительный. Если верхний предел положительный, то можно найти функцию, ряд фурии которой уже локально равномерно не сходится, а просто в некоторых точках расходится. Эта система, как и система Стромберга, является безусловным базисом в ЛПР. Но, если помните, система Стромберга еще и была безусловным базисом в пространствах H1. От этой системы такого ожидать нельзя, потому что интегралы этих функций уже не равны нулю. Они являются базисом, это система базис в пространстве L1. А поскольку интегралы этих функций не равны нулю, то они сами не принадлежат пространству H1, и они не могут образовать базис в H1. Чтобы это исправить, определяется следующая система. Да, ну, все так. Пропустим. Ну, тут перечисляются предыдущие результаты, просто сейчас нет времени. Теперь определим пространство Sn0. Это как подпространство пространства S1, но уже функция имеет нулевой интеграл. То есть, мы в те условия, что функции кусочно линейные, непрерывные, исчезают вне некоторого отрезка, еще добавляем условие, что функции имеют нулевой интеграл. но для этого еще одна точка нужно добавить, чтобы на любом интеграл получить. Ну, это нетрудно сделать. Опять, единственным образом строятся эти функции, единственным образом строится эта система, но уже это не совпадает с предыдущими пространствами Sn. Давайте это пропустим. Это тоже пропустим. И вот такая теорема. Пусть t допустимая последовательность, fn соответствующая системе Франклина с нулевыми интегралами, тогда fn будет базисом h1, тогда и только тогда, когда эта последовательность t регулярная с парами, и кроме того, имеет место вот такое свойство. Я сейчас постараюсь объяснить, что за свойство это. Для каждого фиксированного n мы имели точки на r, конечное число точек. Регулярность по парам означало, что длина двойки длину пары этих интервалов делиться на длину другой пары, которые имели общий интервал, ограничены сверху и снизу. Но тут еще предполагается, что вот вот это левая первая пара, а вот это правая последняя пара. Вот они имеют длину соразмерную с длиной всего этого конечного интервала. Вот в конце должны быть такие большие интервалы. Но если в конце такие большие, то и соседние немаленькие, они могут быть маленькими в центре, а дальше вот оказывается, что вот нужна сильная регулярность по парам и еще вот такое свойство. Аналогичная теорема для системы Франклина на для общей системы Франклина на отрезке 0.1 была доказана мною и Камот, но там такое условие не присутствовало. Это уже новость. Давайте дальше не буду, просто времени мало. Расскажу только следующее, что вопрос о безусловной базисности этой системы в пространстве H1 рассмотрен моим соавтором уже, я там не участвую, работаю сейчас в процессе оформления. Эта часть работы в процессе публикования до конца года, вторая статья будет опубликована, третья статья моего соавтора, у него уже найдена необходимые и достаточные условия для того, чтобы соответствующая система Франклина была безусловным базисом ВР. Там тоже есть разница со случаем конечного отрезка, опять разница состоит вот именно в этом условии. Там это условие, но вместо регулярности по парам там присутствует строгая регулярность. в конце я благодарю за внимание и я сегодня для себя выяснил, до этого мне казалось, что профессия лектора это актер, должен смотреть в сторону зала. Теперь я понял, что это еще и певец, нужно уметь на должном расстоянии держать микрофон, а то ничего не получится. Спасибо за внимание, спасибо организаторам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вопрос. Какой у микрофону есть? О, все было понятно, на первую спасибо, давайте еще поздравим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ